Спасибо большое, спасибо огромное, спасибо за приглашение. Наконец-то мы опять собрались и увидели друг друга, хотя бы несколько человек, это приятно. Спасибо огромное, что дали время чуть пораньше. Я хочу остановиться на другом препарате. В общем, Татьяна Юрьевна сейчас говорила о парк-ингибиторе другого класса. Я остановлюсь на парк-ингибиторе первой, так скажем, условной генерации. Презентация подготовлена при поддержке компании Астрозенка, но она не отвечает не за то, что я там указала. Я только об этом хочу показать. Но прогресс лекарственной терапии, медстатического рака молочной железы, он очевиден вообще всем тем, кто занимается лекарственной терапией. И связано это, конечно, благодаря молекулярно-генетическому по типу опухоли. Почему персонализация лечебного подхода так важна? Потому что она дает возможность оптимизировать лекарственную терапию, оптимизировать результаты лечения и избежать ненужной терапии, самое главное. Может быть, даже ненужной с точки зрения побочных эффектов и сниженной эффективности лечения. Ну, ген Берсиана, наверное, Татьяна Юрьевна, я не слышала, наверное, говорила о том, что это такое. Относится к группе генов-супрессоров, которые вовлечены в процесс гомологичной репарации двухнитевой ДНК. И, в общем-то, наличие мутации вызывает потерю функций белков, которые кодируются этими генами. Какие особенности Берсиана мутированного рака молочной железы? Ну, во-первых, это чаще всего молодой возраст. Конечно, есть и пожилые больные, но большей частью это молодые. Вторая особенность, наверное, которая очень характерна для больных Берсиана мутированным раком, Берсиана ассоциированным, это, конечно, поздняя диагностика. Это говорят как бы все исследования, хотя, конечно, первые стадии при Берсиана мутированном раке мы тоже видим, но это чаще всего местно распространенные или метастатические стадии. Третья особенность – это все-таки высокая частота трижды негативного рака молочной железы, и большинство больных трижды негативных рака, если это Берсиана ассоциированные, то это большинство трижды негативного рака. Хотя есть и пациенты и с люминальными потипами. И вот как раз те больные, которые, мы всегда говорим, у вас хороший люминальный потип А, люминальный потип Б, вот у меня есть пациентка, которая ни в какие рамки не входит, ей 72 года, у нее люминальный потип А с КИИ-67, 7%, и при этом у нее достаточно резистентная оказалась опухоль к стандартным методам лечения, и когда мы проверили, никакой данной о наследственности нет, мы проверили, оказалась она Берсиана мутирована, ассоциированный у нее рак. Так вот, Берсиана-1 характерна для трижды негативного рака, а Берсиана-2 для люминальных потипов рака гормоночувствительного. В чем еще особенность? Это высокая частота рецидивов и резистентность к стандартной терапии особенно люминальных потипов. Если вы имеете в практике люминальный потип, который не отвечает ни на что, но сейчас у нас еще и ПИИ-3К есть, мы сразу же определяем, но в принципе до ПИИ-3К можно провести исследование на Берсиана и получить, как у меня будет случай, и получить достаточно серьезный ответ, когда вы узнаете о том, что есть рак именно социированный Берсиана. Ну, у нас подходов достаточно много для метастатического рака молочной железы. Парк-пенгибиторы, они занимают определенное место в стратегии лечения и без знаний. Вот как сегодня Евгений Наумович как раз рассказывал, да, о том, что, ну, есть вещи, которые мы не должны не делать, мы, вернее, должны делать обязательно, это определение у определенных групп больных рака молочной железы, определение Аберсиана мутации. Ну, и, в общем-то, в принципе регистрация парк-пенгибиторов, она произошла не так давно. Почему мы в этом году говорим о балапарибе? Потому что для рака молочной железы его регистрация произошла только в конце 2019 года, в начале 2020, то есть в самом конце 2019 года. Он был зарегистрирован в нашей стране для рака яичников, но форма его таблетированная не была зарегистрирована на территории Российской Федерации и зарегистрирована только в конце года, а значит, начала использоваться в начале 2020 года. Что этому предшествовало? Это, конечно, исследование Олимпии, дизайн которого это было рандомизированное исследование. Это исследование оказалось регистрационным, оно было многоцентровое. Третьей фазой – это была сравнительная оценка эффективности алопариба у больных метастатическим раком молочной железы с Берсио-мутацией и по стерапии по выбору врача. Конечно, первичная точка оценки эффективности было время до прогрессирования. Это была как независимая оценка, так и оценка исследователей. Алопариб – одна группа, два к одному была рандомизация. Алопариб использовался 300 мг, это по 152 таблетки, два раза в сутки. И терапия по выбору врача, которую я сейчас чуть позже скажу. Абсолютно были больные сопоставимы, но я хочу просто показать, что достаточно много больных было с вестеральными метастазами. В частности, 26 больных было с метастазами в головной мозг, то есть такая характерная достаточно плеяда больных и Берсио-мутированного рака молочной железы. Более 30% все-таки получали исследуемый препарат в первой линии, это особенно те больные, которые прогрессировали на адюванте очень быстро. Терапия по выбору была и капицитабин, и ирибулин, и венеральбин. Частота объективных ответов в группе, которую получала Алопариб, она была выше почти в два раза, 59,9% против 28,8%, при полном ответе в 10%. Это, в общем-то, достаточно агрессивная группа пациентов. При этом медиана времени до развития ответа была почти одинаковая и значимо не отличалась. Ответ наступал одинаково, но при этом частота объективного ответа была выше у больных, которые получали Алопариб. Какая была медиана длительности ответа? Ответ получили, при этом больные, которые получали Алопариб, медиана, то есть 50% больных отвечали практически 8 месяцев. И больные, которые отвечали на лекарственную терапию в виде химиотерапии того или иного режима, 3,5 месяца соответственно. Время без прогрессирования, по оценке команды исследователей, риск прогрессии снижен на 42%, если больные получали Алопариб. И, как бы, с точки зрения в месяцах, медиана этого срока была 7 против 4 месяцев. По оценке исследователей было, в общем, совпадение 7,8 против 3,8. Также снижение риска прогрессирования заболевания. Кроме того, оценивали время без прогрессирования 2. Это отсутствие негативного влияния Алопариба на эффективность терапии следующей линии. Потому что рано или поздно, учитывая метастатический рак молочной железы, больные все равно прогрессируют, даже на самом эффективном лечении и таргетном. Но при этом время без прогрессирования было на 5 месяцев выше больных, которые получали Алопариб для последующих линий терапии. Что было, в общем, достаточно важно. Алопариб показал свое преимущество при висцеральных метастазах, как в легких плевре, так и в печени. С точки зрения медианы времени без прогрессирования. Такая агрессивная группа, как головной мозг, то же самое, 8,3 против 2,8, это достаточно приличное количество времени, отвечали больные на фоне Алопариба. Конечно же, независимо от того, в какой линии назначен был Алопариб, все равно было преимущественно. Однако, конечно же, безусловно, если та группа больных, которая назначена была в первой линии, то Алопариб был более эффективен, но также, как, впрочем, и химиотерапия, которая была по выбору врача. Что было с медианой общей выживаемости? Это была вторичная точка, но, в общем-то, 19,3 месяца по сравнению с 17,1 месяца в группе по терапии выбора. При этом, все-таки, эти данные были статистически значимы, хотя получили, в общем-то, разницу 2 месяца. И, конечно, улучшение общей выживаемости было получено как раз у группы пациентов, которые получали терапию первой линии Алопариба. Общая выживаемость, которую получали первую линию, и те, которые получили частичный регресс, у них, конечно, вы видите, что преимущество как времени без прогрессирования, так и показатели общей выживаемости. Было достаточно серьезное преимущество. Ну и статистический анализ показал, что все-таки при всех факторах, которые анализировались, все факторы и подвид опухоли с точки зрения биологического подтипа, и тип мутации, и возраст, и региональные, и расовые принадлежности, и проведение предшествующей терапии, все отдавало приоритет за Алопарибом. И, кроме того, естественно, качество жизни, и вот такое было оценочное это время до ухудшения по шкале качества жизни, связанного со здоровьем, здесь тоже Алопариб показал достаточно хорошие показатели. При этом нежелательные явления, конечно же, у этого препарата есть, наиболее часто это тошнота, рвота, анемия, общая слабость, нейтропения, головная боль, но при этом они были неклинически значимы. Посмотрите, редукция отмены Алопариба, в принципе, перерыв в приеме препаратов, ну, примерно одинаковый в обеих группах, уменьшение дозы даже больше при химиотерапии, чем при Алопарибе, а вот отмена препарата была как раз всего лишь на 5%, почти 5% по сравнению даже с химиотерапией. То есть препарат достаточно хорошо переносится, и в результате этого исследования было показано, что он дает более высокие показатели времени без прогрессирования, частоты объективного ответа, качество жизни по сравнению с терапией выбора, обладает более благоприятным профилем безопасности. И, соответственно, был рекомендован для использования больных равнистатическим раком молочной железы, ассоциированным с мутацией Берсиа. Кроме исследования того, оно не регистрационное, но оно подтверждающее эффективность Алопариба, это исследование было не рандомизированное, это были больные, которые получали меньше, чем 2 линии терапии по поводу Берсиа мутированного рака молочной железы, они также получали Алопариб 300 мг внутрь 2 раза в сутки. Я не буду говорить о клинических характеристиках, покажу только вот такой результат, когда оценивали результат подгруппы анализа в непрямом сравнении двух исследований, Люси и Олимпик. У больных с Берсиа ассоциированным раком молочной железы, это непрямое сравнение, но посмотрите, что даже не в рандомизированном исследовании, в общем-то, исследование показало, Люси показало преимущество Алопариба и подтверждение эффективности Алопарита по сравнению с терапией выбора. Ну, препарат, как я уже сказала, зарегистрирован в нашей стране для рака молочной железы в 11-м году, ой, в 2019 году, в ноябре 2019 года, в конце ноября, а вот в клинические рекомендации рака молочной железы он попал в 2020 году, в Министерство здравоохранения он рекомендован вот для пациентов 600 мг в сутки. Два препарата, парп-ингибиторы по исследованию Олимпы, по исследованию Эмбранса, это Талазопариб, которые на сегодняшний день являются основными для этой категории пациентов. Ну, такая пациентка 66-го года рождения, в возрасте 30 лет у нее выявлено образование левой молочной железы, при дообследовании был поставлен диагноз рак левой молочной железы, к сожалению, гистологические исследования иммуногистохимические отсутствуют, она была прооперирована и лечилась в другом городе, в 2007 году сделала второй этап реконструкции, потому что первой был этой реконструкцией с пандером, и, соответственно, просто наблюдалась. И в августе 2018 года, через 22 года, она самостоятельно выявила образование в правой молочной железе достаточно большого размера, уже с метастазами в региональные лимфатические узлы, у нее иммуногистохимическое исследование было трижды негативный рак молочной железы, при этом КИИ-67-18%. Она получила неодевантную химиотерапию с токсанами и 2-цикла с доксорубицином, был клинически полный регресс, к сожалению, патоморфологического регресса тоже оценено не было, сделана была радикальная мастоктомия и затем одевант 4-цикла АЦ. Курс лучевой терапии до июня 2019 года. И с диагнозом билатеральный метахронный рак, рак правой молочной железы, это в 2019 году, и рак левой молочной железы, который был в 1996 году, больная закончила комплексное лечение в июне 2019 года и была отпущена. К сожалению, в июле 2019 года сразу, практически после окончания одевантного лечения, местный рецидив с появлением внутрикожных метастазов в передней грудной стенке. Других метастатических поражений не выявлено. Проведено было последовательно 3 цикла капитстабин, который привел к прогрессированию, 2 цикла гемзарца с плотином прогрессирования, и больная обратилась за консультацией в Санкт-Петербург из региона. Но она, к сожалению, не дала много фотографировать. Вот у нас кусочек вот этих вот множественных подкожных метастатических образований в виде объемных бляшек на передней грудной стенке справа, латеральной поверхности справа, на надлопаточной области, поясничной области. То есть она вся была усыпана вот этими бляшками. Мы ее обследовали, сделали ей органы грудной клетки, МРТ головного мозга, все без специфического характера. Сделали экстезионную биопсию участков кожи, макроскопически, это был вот плотный узел серого цвета, микроскопически, иммуногистохимически, метастаз карциномы молочной железы, но, как вы видите, с очень большим индексом пролиферации, 90%. Из анамнеза дополнительно было выяснено, что у матери и у сестры матери они погибли от рака молочной железы, а брат матери погиб от рака молочной кишки. Мы сделали маниклюарно-генетическое исследование и получили положительную мутацию в гене Берсиа-1. Соответственно, она стала ассоциирована с Берсиа-мутацией, при этом достаточно неблагоприятный прогноз с точки зрения эффективности стандартного лечения. И с января 2020 года, как только был зарегистрирован препарат, начал был прием аллопориба в стандартной дозе. На фоне приема в течение месяца был полный регресс всех подкожных образований. Ну вот вы видите остатки этих образований, на самом деле был вот такой вот ужас, который покрывал всю ее кожу, и на самом деле через месяц вот такой был уже эффект. На фоне проводимого лечения у нее сохранялся и даже улучшился ЭКОК, потому что, в общем, у нее был и кожный зуд, и сухость кожи, когда были эти образования. Клиника биохимические анализы крови были все нормальны, и никаких нежелательных явлений клинически значимых, даже не клинически незначимых, не отмечалось. При этом ей сделали дважды, она приезжала к нам несколько раз, мы делали ПЭТ-КТ. Никаких изменений за онкопатологию висцеральных органов выявлено не было, 10 месяцев у нее сохранялся полный ответ. К сожалению, в ноябре 2020 года пациентка погибла от COVID-19, но признаков опухоли на фоне аллопориба у этой пациентки не было. Спасибо большое. Продолжение следует...